Сейчас мы с вами провяжем резинку два к одному. Видите, у меня две иглы будут работать, одна игла в заднем положении, две в рабочем, одна в заднем. Набираю петли на иглах, стоящих в переднем или в рабочем положении, смотря как вам удобно, с помогательной ниткой. И провязываю несколько рядов. Один ряд катушечной ниткой, которая контрастна и к рабочей, желтой, и к вспомогательной. Катушечная нитка, помните, должна не рваться руками, значит она не порвется и машинкой при аккуратном провязывании. Один, да? Врезали и свяжите катушечную и вспомогательную нитку, для того, чтобы крайние петли у нас не расходились. Итак, теперь беру основную нить и провязываю один ряд на иглах, стоящих в рабочем положении. Аккуратно. Теперь мне понадобится два декера, для того, чтобы вот эти все петли, которые у меня стоят в рабочем положении, перекрестить между собой. Это делать нужно для того, чтобы у нас эти петли не распустились, когда мы будем поднимать петельный столбик. Если я не буду перекрещивать петли, они просто распустятся. Таким образом я уберегаю себя от достаточно такой неприятной процедуры по подъему петель в дальнейшем. И лучше это сделать сейчас, а не потом. Потом, если я буду перекрещивать эти петли немножко попозже, когда провяжу, сколько-то рядов здесь будет мешок. Нехорошо. Поэтому лучше первый же ряд и делать эту достаточно несложную, но ответственную операцию. Петли меняются местами. И таким образом мы не даем им возможности распустить весь столбик в дальнейшем. Такая маленькая тайна, если делать красивый край. И последний. Все, теперь у меня петли не распустятся. Как бы им этого не хотелось, я провязываю пару рядов. Можно 4. Будет традиционный край, но учитывая особенность вот этой резинки, лучше провязывать меньше. Два раза. Ставлю в рабочее положение все иголки из заднего положения. Теперь у меня работают все иглы. И провязываю высоту резинки. Получается вот такой край. Видите, вот эти петли, поскольку поменялись мы их местами, у них не будет возможности распустить полный ряд. Теперь я беру крючок и смотрю, у меня петельный столбик с ажуром идет вот к этой петле. Значит, край не вставлю в переднее положение, чтобы они с игол не слетели. И распускаю петельный столбик. Так вот, если бы я не перекрестила вот эти петли, у меня бы распустились и вот эти вот ряды тоже. Так я не даю ему такой возможности. И делаю то же самое, что в резинке 1х1. Беру крайнюю петлю, я могу ее перекрестить и поднять вот таким вот образом. Я могу сделать, как я делала через 2 протяжки и поднимать дальше. Но видите, вот эти протяжки, они так и будут здесь висеть, они никуда не деваются. Поэтому, как вариант, пропустить одну протяжку. Видите, если я пропускаю одну протяжку, у меня остается здесь одна протяжка с дыркой вот такой. Тоже неэстетично. Поэтому, либо поднимаем каждую протяжку сразу, вот так вот. То есть мы не делаем, не даем возможности вот здесь вот протяжка находиться. Либо перекручиваем петлю. Но в любом случае надо пробовать и смотреть, что у вас получается. Все зависит и от плотности, и от пряжи, и от машинки тоже. Так, следующая петля. Две у меня иглы. Так, это третья. Вот. Протяжка идет вот к этой иголке. Каждый раз перепроверяйте, чтобы не получилось, чтобы распустили не тот петельный столбик. Так, беру следующую. Делаю то же самое. Поднимаю петельный столбик. У меня, видите, ничего никуда не распускается, все очень аккуратно получается при таком вот способе оформления края резинки. Очень удобно, очень симпатично получается. Еще раз повторю, если не перекрестить вот эти две петли в самом начале, мы распустим и соседние петельные столбики тоже. Теперь вот на двух столбиках попробую перекрестить. Перевить нижнюю. Теперь на двух последних петельных столбиках попробую нижнюю протяжку перевить. Я ее перекрутила и поднимаю. Это тоже вариант. И тоже таким образом можно пользоваться. Получается немножко другой эффект, такой потуже. Смотрите, все зависит от того, что именно вы хотите получить. В любом случае, прежде чем что-то вязать, нужно обязательно попробовать. Вот этим мы и занимаемся. У нас обучающий материал, и мы должны выполнить разные варианты, определить, какой из них нам больше нравится. И, поняв какой из них симпатичней, конкретно для вот этого изделия, которым будем вязать, уже совершенно спокойно его выполнить. Вот такой вот способ подъема резинок. Два на один. Тоже очень здорово. Опять же, если у нас нужна тугая резинка, тугая-тугая, то мы не провязываем петли, а оставляем иглы в заднем положении. И здесь у меня не такие длинные протяжки получаются, а достаточно короткие. И когда я их поднимаю, то резинка становится гораздо-гораздо туже, чем могла бы быть. Смена плотности очень важна. Если нужно, чтобы было потуже, но не совсем запредельно, как когда игла стоит в заднем положении, то при провязывании высоты резинки вы меняете плотность на более тугую. Относительно вязания. То есть, если вязание у вас идет на шестой плотности, то резинку вяжите на четвертой, на третьей. Все, опять же, зависит от того, от пряжи, от машинки и от того, что вы хотите получить. Поднимаем и начинаем вязать уже само полотно. Резинка у нас всегда идет первым этапом. Мы ее полностью должны поднять, подготовить к вязанию. И уже после этого мы начинаем вязать наше изделие. Ставим иголки. И все, можно вязать дальше. Резинка двумя способами у нас выполняется вот так. Вот таким образом, прямо на одном полотне. Ну а дальше, после того, как мы все провязали, мы можем эту резинку освободить от вспомогательной нитки. Так, вытаскиваем. Только осторожно, потому что при перевитии краев мы можем привязать петли, поэтому резинку вытаскиваем. После того, как все провязали, мы можем освободить наше полотно от вспомогательной нити. Учтите, что при перевитии петель мы могли эту нитку натянуть слишком сильно, и она буквально ввязывается в полотно. Поэтому при вот таком способе вытаскивать вспомогательную нить надо осторожно. Не перетяните ее и не порвите полотно. Осторожно вытаскивайте спокойненько по очереди, вот так вот. И получаем наш достаточно симпатичный край. Вот таким вот образом он у нас выглядит. Два варианта.